загадка улетевшая купюра инспектор гудвин и сержант фунт подгоняемые здоровым любопытством шли по коридору городского общежития странные дела здесь происходят сообщил фунт исчезла купюра в 5000 долларов говорят что унесло сквозняком в открытое окно как ветром сдуло коротко резюмировал инспектор заходя в комнату потерпевшего в комнате общежития сыщиков встретил крайне возмущенный гражданин гарри я живу в одной комнате вместе с недавно переехавшим монтажником джоном вместо приветствия сообщил гарри сегодня утром в комнате исчезла моя купюра в 5000 долларов однако как это случилось поинтересовался гудвин явно удивленный не столько материальным ущербом гарри сколько редкой купюрой я подозреваю что эту купюру взял мой сосед джон со скорбным лицом сказал гарри он сразу мне не понравился продолжал гарри самое печальное даже не из-за суммы утраты сама по себе купюра имеет большую ценность у нумизматов впервые банкнота номиналом 5000 долларов провел исторический ликбез гарри появилась в 1878 году на ней изображен джеймс мэдисон четвертый президент ша по данным нумизматов таких банкнот осталось в обращении всего 342 штуки после блестяще озвученной гарри исторической справки инспектор гудвин повернулся к джону и сказал итак джон что вы на это скажете гарри явно подозревает вас в хищении джон со спортивной злостью посмотрел на гарри и сказал гарри явно не в себе я все это время лежал на диване и читал книгу остров сокровищ видимо под впечатлением прочитанного многозначительно заметил фунт вы решили поискать сокровища у гарри нет с возмущением заявил джон пока я читал свою книгу гарри сидел за столом и как царь коще пересчитывал свои деньги мне понятно фунт хитро улыбаясь сказал гудвин джон ждал когда гарри так сказать зачахнет и он преступным путем завладеет его имуществом в этот момент не обращая внимания на шутки сыщиков продолжал свою версию событий джон гарри кто-то позвал из коридора общежития гарри встал и пошел на выход из комнаты его деньги в том числе и купюра в 5000 долларов остались лежать на столе вдруг когда гарри открыл дверь и уже выходил из комнаты порыв ветра из окна поднял лежащую на столе купюру высоко вверх и она описав замысловатую траекторию вылетела в открытое окно завидев это необычное природное явление я вскочил бросился за купюрой подбежал к окошку но увидел что купюру на улице уже успел подобрать какой-то мужчина и с радостными криками пустился на утек очень интересная версия событий задумчиво сказал гудвин и подошел к окошку на возмущенные возгласы гарри джон сообщил я запомнил этого нового обладателя купюры в 5000 долларов и могу его подробно описать а вот я здесь совсем ни при чем инспектор продолжал возмущаться гарри вся обстановка в нашей комнате осталась без изменений а джон нагло лжет я прошу вас задержите его в данном случае сказал гудвин отходя от окна в комнату я с вами гарри согласен джон заканчивайте ваши сказки и прошу следовать за мной в полицейский участок почему инспектор гудвин заподозрил джона ответ на загадку при резком порыве ветра из окна купюра не могла вылететь в открытое окно образовавшийся сквозняк был от окна в сторону двери в коридор купюра могла вылететь только за выходящим из комнаты гарри следовательно механик джон лжет а его история о вылетевшей купюре из окна к реальным событиям не имеет никакого отношения